здравствуйте друзья вот чтобы было понятно внутри дома с бассейном и с выходом в залив на океан вот пожалуйста выход можете сесть на каяк или вот людей лодки катера катера пожалуйста садитесь и езжайте в залив все дома в этом районе с этой стороны и с другой все с выходом в залив вот примерно то что я вам показала и один здесь дом продается сейчас в этом районе за 400 с чем-то там тысячи долларов и это очень удобно 5 минут к центру кристаллы все здесь и скоба дайвинг и все на свете и рыбалка вот здесь несколько улиц которые все с выходом залив пожалуйста кому надо обращайтесь вот я еду сейчас домой 19 дорога на юг вот это все продалось уже здесь вот этот мол весь уже он ведь и перекрыли потому что его будут сносить и здесь будет огромный большой комплекс комплекс жилищный все это будет под снос тут магазин не знаю оставят может быть нет это rural king типа home depot вот сейчас к центру подъезжаем здесь вот пожалуйста рестораны уже пошли отели отели вот залив вот залив залив он водяная вышка стоит это центр города кристалл рэбе здесь проходят парады вот начиная от этого места вот центр вот центр она идёт вдоль залива. В любую сторону вправо повернёте и выйдите к воде. Школа с левой стороны, там два блока отсюда. Ну, вот тут уже, в принципе, знаки. Осторожно, дети. Вот строительство ведётся, расширяются. Это 44-я, туда вглубь вообще всё застроено. Не дали мне даже сказать, ну ладно, ничего страшного. Ну, вот здесь как бы туристический такой район. На пляж, дорога вот здесь, с правой стороны. Я на пляж сейчас не еду, я еду домой. Вон ресторан очень популярный. Коуриц. Банк. Шоппинг-плаза. Вот этот мол тоже будут сносить это всё. Вот это всё будет сноситься и строится жилищный комплекс, отели. Так что, через два года тут совсем будет по-другому. Ну, уже как бы не то, что было год назад. Вот дорога расширяется. Это всё вот сравнительно новое. Два года назад здесь не было половины этих бизнесов. Дорога была. Ну, только начато, в принципе, строительство. Ну, люди ходят в купальниках. Пожалуйста. Ну, я буду сейчас в пробке сидеть, потому что у нас тут строительство ведётся для будущих жильцов здесь. А местные люди должны сейчас пока страдать в пробках. Ну, ничего. Ну, ладно. Потом запишу ещё что-нибудь, как выйду отсюда. Ну, вот опять еду. Вот стройка, стройка. Ну, вот я ещё раз повторюсь. Направо, если завернуть в любую улицу, в принципе, всё это выведет к воде. К выходу в залив. Ну, вот тут и слева, и справа строительство ведётся в таком, в таких довольно-таки быстрых темпах. Да. Ну, сейчас вот суббота. Они в субботу-воскресенье не работают. Ну, всё равно трафик. Пробки. Из-за того, что кто-то хочет повернуть. И тут нету пока линий для поворота. Дорога пока ещё ужасная. Да. Ну, всё впереди. Мы надеемся, что скоро уже дорогу тут закончат хотя бы. Ну, тут ещё вот будут добавлять ещё две линии. То есть, представляете, какой поток, да? Ну, вот у нас аэропорт. Смотрите, какие самолётики стоят. Частные. Ещё один есть аэропорт. Вот мы недавно ходили туда, на карнавал, в общем, приехал. И ходили туда. Ну, нормально. Там тоже это небольшой городок, Инбернос, который сливается вместе с Crystal River. Воедино по 44-й дороге немножко к востоку. Вот военная база. Аэропорт, Аэропорт. У тебя опять застрали. Applebee's, Chili's, Home Depot, там вон Goodwill, и Bills, ну типа Marshall, Ross, ну Marshall, Ross, всё тут у нас есть. Мэйсис, по Акалу, там большие, или Spring Hill, там и Dix, ну всё что угодно, пожалуйста, в США, по центру. Ну и в принципе, если надо куда-то, можно в большой mall, или в Тампу съездить, в Тампу Outlets, или заехать в Акалу, в Акале очень много разных шаппинг-центров. Вот эта земля всё тоже продаётся, вот стоят вывески, я показывала нескольким клиентам заинтересованным вот эту землю. Ну тут пару участков тоже продаётся с правой стороны, дорога идёт на Ozela Trail, тоже на залив. Вот, но тут самый долгий выход на залив, потому что тут выходит как бы острова, и земля немножко выпуклась. если так по карте посмотреть, смотрится как очень глубоко выходит в залив, поэтому на машине надо ехать минут... минут десять-пятнадцать, чтобы доехать до самого залива. Ну, идём дальше. Вон там церковь, и при ней школа. Сент-Бенедикт-Черч, частная школа. про церковь. Ну, что тут? Не знаю. Пока этот отрезок ещё не разработан, но тут живут 55, кому 55 и больше. Она огромная там, ещё много людей. Вот Nissan. Мы тут машину одну купили, и другую купили в Toyota dealership. Там, рядом, где-то тут тоже. Honda, Chevrolet City. Вот тоже стройка. Стройка, стройка. Строят... Ну, туристическая зона. Будет туристический город. Его пригород Хамасаса, где я живу сейчас. В принципе, всё это, наверное, будет сольётся в один большой город. Ну, ладно, всё. Рука устала, потом ещё что-нибудь запишу. Что-нибудь или у тебя смотрит на лок música ещё? Транскою.